Эй, всем пламенный привет! Меня зовут Нала и сегодня мы с вами будем смотреть вторую часть кастинга из шоу, которая идет на телеканале You. Я надеюсь, что они не будут блокировать мои видео. Пожалуйста, дорогой телеканал You. Я надеюсь, вы меня как-то поймете по-братски и сестрински. В общем, смотрим с вами модель Excel, вторую часть первого кастинга. Поехали! Так, ну эту девушку мы, по-моему, с вами уже посмотрели. Кажется, ее взяли, не помню точно. Можете посмотреть в предыдущем моем реакции на это прекрасное шоу. Ссылочка будет в описании. Едем дальше. Мотомамой, ну, это логично, потому что я мама, у меня три дочери и мотоцикл. Это мое хобби, увлечение, страсть практически с рождения, потому что мой отец мотоциклист. Не знаю, если честно, я очень боюсь мотоциклов. В принципе, мне кажется, что это небезопасно. Я не знаю, вдруг меня смотрят байкеры. Ну, как бы, блин, если вы едете в машине, у вас есть хоть какая-то стальная коробка сверху, не дай бог, какая авария, еще есть какой-то процент того, что вы останетесь в живых. А на мотоцикле это, пардон, сразу фарш, как мне кажется. Так что я бы, не знаю, может быть, только один раз в своей жизни прокатилась бы, наверное. Я вообще очень боязливый человек, в принципе, всего боюсь, так что вряд ли я бы села на мотоцикл. Только я не знаю, если бы я была очень уверена в человеке, с которым я еду. Тем более, когда ты мама-мама, ты уже думаешь не только о себе, но и о своих детях. Так что мне все-таки кажется, что это немножечко опасно. Не знаю, разделяете вы мое мнение или нет. Напишите в комментариях, интересно почитайте. Меня возили еще в 9-месячном возрасте на Яве родители между собой. Быть самой крутой до конца. Я думаю, Анфиса скажет да, потому что она очень добрая, она всем говорит да. Внешница у нее такая немного восточная, как будто бы она немножечко татарочка. Интересно, что скажет жюри, тем более, если она выйдет в этом шлеме, это будет прям... Не знаю, неоднозначная, мне кажется, у них будет реакция, но давайте глянем. Фигура у нее, я считаю, очень хорошая, такая как надо. В прошлом выпуске они там одну девчонку не пустили, потому что она была немного больше, чем как бы им нужно. Но здесь я прям думаю, что все должно пройти хорошо, потому что она такая, ну... Песочные часы читаются. Купальник красивый, тоже хотела сказать, такой восточный. Почему в шлеме? Потому что я мото-мамочка, мотоциклистка. Мото-мамочка, то есть вы сажаете своих детей на мотоцикл и шпарите по городу? Разумеется, нет, что вы. А сколько самым... Я уже испугалась, думала, что скажет. Иногда бывает. Маленькому ребенку. Полтора. Как вы собираетесь этим заниматься с таким маленьким ребенком? Прекрасно. Так же, как я сейчас здесь нахожусь, мои дети в надежных руках. Вижу девушку размера поверху М, понизу L с наличием живота XL. Я не считаю, что вы должны претендовать на место модели XL. Вы вполне можете быть обычной стандартной моделью, как только пройдет ваш пострадовой период. Слушайте, говорят, что слишком худая. Хотя у нее, мне кажется, фигура такая же, как была у дамы в прошлом выпуске. Ее, господи, не знаю, как зовут. По-моему, ее зовут Регина. Она мне понравилась, ну, там, одна из моих фавориток на данный момент. Вот. Они сказали, что у нее очень такая транс... Такая внешность, что она похожа и на девушку, и на парня. И у нее она тоже была достаточно худая. Так что не знаю. Тут, наверное, они не совсем довольны. И, может быть, с ее какими-то внешними особенностями. Но по фигуре, мне кажется, что нормально. Если они взяли предыдущую даму, то почему бы не взять эту? Ладно. И вы придете в своей прежней форме. Я не вижу вас на этом месте. К сожалению, Гоэр вам нет. Ну, ничего себе. Это тот человек, на которого я прям думала, что невозможно такое вообще. Скорее нет, чем да. А вы почему решили, что вы хотите быть моделью? Я очень люблю своих детей, но я считаю, что женщина не должна реализовываться только как мама. И они вырастут в один прекрасный момент и улетят из моего гнездышка. А я у себя останусь. А я себя люблю. И если я буду сейчас... Не, ну это правильно я поддерживаю. Мне кажется, что на рождении детей жизнь не заканчивается. Только единственное, что это очень тяжело. Мне кажется, просто когда ты один, ну там без семьи, без детей, тебе тяжело самореализоваться, найти какую-то хорошую работу и как-то определить свое место в жизни. А когда у тебя есть дети, тебе это сделать в два раза сложнее. Потому что тебе нужно и за ними смотреть, и за собой, и за мужем, если он есть. То есть тяжело, тяжело, но, конечно же, возможно. Если вот у моей дети будут счастливы. И я как пример, что есть к чему стремиться. Крутая мама. Это, ну, очевидно. Я скажу вам, да. Экспертно все аргументы мои. Если там в режиссерской рубке кто-то нам скажет, что у нас есть лавка ожидания, то я бы отправил ее посидеть и подумать. Потому что я готов с ней работать. Не, ну, молодец, что у нее такая позиция, что она хочет как-то себя показать. Вообще, лайк, молодец. С той стороны, недостаточно ли она уже, скажем так, стройна для нас, чтобы ее еще и утянуть? Да меня нет, нет, я вижу. Она у нас на проекте уже потеряет килограммов 5-7. В подвешенном состоянии и не понимаешь, это и не да, и не нет. Зачем вы тогда набираете девушек размер XL, там, XL+, чтобы кормить их фруктами, овощами и чтобы они у вас скидывали вес? Ну, это же странно. Тогда, наверное, должен быть другой проект, который будет называться как-нибудь, там, я не знаю, куда будут, вы поняли о чем я, куда будут приходить девушки, которые, типа, хотят сбросить вес. Я думаю, что эти женщины их все устраивают, они хотят оставаться в такой форме, в которой они есть, и зачем тогда пытаться их как-то, это, объемы их тела уменьшить? Не понимаю, странно. Что тебе делать? Пусть идет в комнату ожидания. Это же еще не факт, что она пройдет дальше. Я говорила, да. Спасибо, ожидайте. До свидания. У нас так мало мест, и так много прекрасных девушек. Вот есть в ней какая-то такая, прям раз, вот представьте, нету в ней цеплялочки, вот если бы не шлем, понимаешь, и вот все. Я уверяю, она у нас к концу проекта будет стандартной моделью, ну вот помяните масло. У Вероники еще есть шанс попасть в проект, но окончательное решение жюри, она... Ну да, там, конечно, много прям девчонок приходит, разных возрастов, из разных городов, так что да, конкуренция жуть, тем более это уже второй сезон, напомню. Будет ожидать вне подиума. А ты знаешь, что у Лены Терехина, победительница прошлого проекта, она была в комнате ожидания, она пришла и победила. Так что это хорошая ситуация. Слушайте, какие хорошие женщины и девушки, что они ее поддерживают. Хотя я не ожидала, потому что мне кажется, что на проекте они должны прям бороться за место и как-то друг друга немного засирать. Видите, какие приятные девушки, какие умнички. Потому что я помню, я смотрела, я вообще люблю всякие вот эти вот реальти-шоу, но не знаю, все, во мне какой-то уже просыпается вот этот вот старперский муд, что я люблю смотреть такого рода телешоу. И я смотрела «Ты, модель» на канале Тенте, по-моему. И там тоже, ну там как бы обычные модели, обычные эсочки, там, икс эсочки, ну вот все вот эти вот. И у них там, когда был кастинг, показывали вот это их за кулиси, это просто был такой змеиный клубок. Они там, я не знаю, чуть ли в ботинки друг друга не плевали, но, короче, было так очень дискомфортно смотреть. А здесь прям большой контраст, и девчонки приятно радуют всем, что они говорят такие теплые слова. Ну не знаю, правда или нет, но хотя бы выглядит это очень мило. Ой, опять с пирожками, слушайте, какие здесь и хитрюги, надо жюри накормить, вложить. Ой, ну это еще кот считает, да. Что ж такое, это конкурс этих кондитеров. Не, ну я считаю, что если бы она была с пасхальным куличом, это было бы какое-то немного глумление, наверное. И их передачу вы могли бы засудить за оскорбление чувств верующих, потому что у нас сейчас этим строго шутить на такие темы нельзя, господа. Мне очень не нравится купальник. Девушка сама по себе симпатичная, блондиночка такая. Ну я думаю, ее перекрасят, если возьмут. Но купальник, фасон ок, прикольный фасон, но цвет, ой, я бы не надела такой купальник. Он смотрится как бабушкин ковер. Я к вам с эндорфинами, здрасте. Меня зовут Марина Бобровская, мне 48 лет. Офигеть, она так круто выглядит, она очень молодо выглядит. Я бы дала ей лет 25, наверное. 30 вообще вверх. Очень хорошо выглядит, поразительно. Я бывшая телеведущая, а сейчас я увлекаюсь кондитеркой и вам, поэтому приготовила тортик. Я вышла замуж в 18 лет, родила ребенка в 18 лет, в 19 лет благополучно развелась. Очень симпатичная, очень хорошо выглядит. Если там на кадрах был ее муж, то он выглядит тоже очень молодо, прям вообще офигеть. Дай бог всем так выглядеть. Меня вообще не смущает ваш возраст, он более чем приятен для меня. И мне классно ощущать тот факт, что 48-летняя, я не поскуплюсь на слова дама, пришла на этот проект, выглядит прекрасно наряду с девчонками, которым 17, 18, 19 и 20 лет. Но я в том числе гарант цифр на этом проекте, цифр именно биометрических. И я не буду долго тянуть кота за хвост, я говорю вам, нет, не за возраст, не за вашу прекрасную грудь и бедра и так далее. Я говорю вам за то, что вам не хватает роста, это очевидно, я говорю вам нет. А, да, в прошлый раз тоже выконали девочку маленького роста. Ну, блин, мне кажется, она выглядит симпатично, не знаю, конечно. Если у них там все прям так строго, то, естественно, нет. Ну, если есть какие-то послабления. Хотя, блин, ну не знаю, я как будто бы сама на этом проекте, и мне всех так жалко. Я бы, с одной стороны, всех взяла, блин, но так не бывает. Скажу, что мне стало очень-очень обидно, потому что впереди три человека. Но, ну, как-то все равно такой небольшой укольчик был. Но думаю, ну ладно, ладно, Николай. Я скажу да, потому что мне хочется, чтобы Марина показала всем девушкам. У нас же ведь не только проблема лишнего веса стоит остро. У нас российские женщины дико комплексуют относительно возраста. И мне часто пишут в комментариях, о, старушка дает жару. Для 48 лет выглядеть на максимум на 30, на 28, это просто восхитительно. Я аплодирую и считаю, что все девушки должны посмотреть и сказать, что и я не буду бояться своего возраста. Я тоже могу в 48 быть вот такой молодушкой красотушкой. Я за. Офигеть, Анфиса, 48 лет. Офигеть, тоже молодо выглядит. Эх. Ой. Зарялась, знаешь, что с них взять. На группе. И то, что вы потрясающе выглядите, для конкретно этого проекта, я скажу вам нет. Только лишь из-за уважения к вам скажу, что нет. Вышла с тортиком. Ладно. Ну, я думаю, я, ладно, из-за возраста, наверное, все-таки сказали нет большинство. Ну, сейчас вот посмотрим, что прокомментируют. Произвела неплохое впечатление, но, к сожалению, рост меньше, чем 170 сантиметров. А, вот рост. Сейчас наем еще килограмм. 30-20. И можно будет тоже идти на шоу «Модель Эксель». Потому что у меня рост ровно 170. Наверное, большинство сейчас уют в шоке. Потому что обычно, если вдруг меня люди на улицах видят там как-нибудь, они очень удивляются, почему я такая высокая. Вот. На самом деле, я несколько даже комплексую по поводу своего роста. Мне бы хотелось быть, наверное, где-то метр шестьдесят пять или шестьдесят. Когда надеваешь каблуки, все прям так это смотрят. Но немножечко со вздохом сожаления, потому что становлюсь очень высокой. Хотя, естественно, есть девушки и повыше меня будут. Поэтому однозначно нет. Я попыталась. А вы просто Мэрилин Монро, я вам так скажу. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Бегите. Ну ладно, что, с другой стороны, у нее есть любящий муж, семья, там, ребенок. Так что все в порядке. Выглядит она прекрасно. Пока. А сейчас жюри готовится выйти Екатерина Безве. Ой, я не знаю, но мне кажется, это очень эпатажная девушка. И сейчас будет какой-то разрыв. Во-первых, потому что у нее такие интересные косы. Ну-ка, прям какой-то стоп-кадр не очень. Но мне кажется, она что-то устроит. Она такая немного неформалочка. Интересно, как они... Ну, в любом случае, если его возьмут, все косички снимут. Все вообще расплетут. Так что вообще будет другой человек. Что-то я сегодня душная, да? Или нормально. Постараюсь побольше шутить. Настраиваюсь пока, видите, настраиваюсь. Со своей непростой историей. Пойду устрою революцию. У нее там дети, по-моему, да, сидели, блин. Молодцы девчонки, что приходят, так сказать, прям и с детьми, и с родителями, и с парнями. Прям всех на телешоу. Пусть всех покажут. Ну, честно сказать, мне кажется, не совсем песочные часы. Прежде таки не хочу никого обидеть. Мне уже написали. То я слишком мало извиняюсь, что все обижаются. То я слишком много извиняюсь, что всех бесит. Короче, блин. Я заметила такую тенденцию, что про внутреннюю мизогинию, как сейчас популярно говорить в ТикТоке, за вот эту вот внутреннюю мизогинию осуждают только женщин почему-то. Я не видела, чтобы ни одному мужчине в ТикТоке, на Ютьюбе, ВКонтакте, чтобы хотя бы одному парню, какой-нибудь другой парень писал, что чувак, ты такой мизогинек. Или как правильно сказать? Все, блин, на нас, на женщин. Так что, ребят, вот я в этот кусочек извинилась. Дисклеймер у меня есть. Так что, блин, это мое мнение. Я не претендую на какую-то правду вообще в последней инстанции. Просто, ну, как бы говорю свое мнение. Не хочу, так сказать, никаких потом проблем. Так что все. Надеюсь, с извинениями мы закончили. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Мне 35 лет. Я приехала из города Калининград. Офигеть, все такие возрастные девчонки приезжают. Ну, вот непонятно, сколько им лет, если честно. Тут либо 20, либо типа вот 30. Вот в каком-то возрастном, вот в этом диапазоне всегда находятся женщины в плюс, сайз. Ну, для меня как бы. Или наоборот, слишком как будто бы мало им лет можно дать. Либо как будто слишком много. Поэтому, мне кажется, вот эти вот дреды, они ее молодят. Вы очень моложала выглядите. Да, очень свеженькая. Спасибо большое. Я думала 20-ка, да, с небольшой? У меня трое детей. Наливное яблочко. Ого-го. Когда успела? Когда успели. Рано успела. А что у вас на шее? Чокер. Убирайте его к чертовой матери. Расскажу, поругаю. Вот нельзя с чокерами выходить. Нужно убирать. Ладно. Вот, во-первых, либо ты похудела, либо это не твой купальник. Потому что он очень свободно по тебе сидит. Как тяжелого плеча. Согласен. Вообще, вот этот ход, он очень правильный. Потому что он помогает отцентровать фигуру. Даже если вы не совсем песочные часы, но у вас есть вот такая полусборка в зоне талии, то это всегда поможет вам пот собрать и нарисовать талию. От нервов. О, модные советы. Советы по стилю. Это классно, что они эту тему внедрили. Там гудит в голове, в ушах все. А как вы вот с тремя детьми собираетесь бороться за звание модель XL? Просто. Да блин, что они у всех спрашивают? Ну бабушке отдал там, господи, на месяц или на два месяца. Ничего страшного не случится. А как вы будете? Ну это же сознательный выбор человека. Старший сын в армии. Дочери 14 лет. Она уже взрослая девочка. Младшему 3,5 года. А с кем он у вас будет оставаться? С вашими родителями? Конечно. У вас хорошее отношение с родителями? Очень. В семье была раньше история. Хотят загасить. Распроводители спрашивают про детей, чую. Мне очень приятно. В общем, я и пришла на проект для того, чтобы показать девушкам, женщинам, которые попали в какую-то сложную ситуацию, которые попали под насилие, что можно продолжать жить, быть сильной женщиной, быть счастливой женщиной, стать женой, мамой. А вы в такую ситуацию попали? Да. Мне было лет 5. Я помню это только потому, что на мне были брюки в клеточку, которые на фотографии я вижу, и я понимаю, что у меня там лет 5. И со мной случилось насилие. Будучи ребенком, это воспринимается какой-то игрой, которая потом остается под секретом, запретом. Блин, это ужасно. Я вообще... Я никогда с этим, слава богу, не сталкивалась, и мне, наверное, никогда не понять. Но вообще все, что касается детей, это ужасность. Я, конечно, такие прописные истины говорю, но ужасно становится, когда ты понимаешь, как много людей реально с этим сталкивались, и просто начинают волосы на голове шевелиться от такого вообще, что такое происходит. Кто был этот человек, извините, я не до конца понимаю. Это был член семьи. А сколько лет это продолжалось? Это длилось около 5 лет. Это прекратилось лет в 10, когда мне было примерно... Я думаю, что я начала меняться, или побоялись, что я начну говорить об этом. Ну, что-то начнешь рассказывать, да. Эта тема прекратилась, и я через какое-то время забыла это. Просто как будто выключилась, и все, я жила. Ну, бывает такое даже там, если я смотрю Веронику Степанову, бывает такое, что мозг, и он делает блок на каких-то воспоминаниях, чтобы тебя и твою психику уберечь, что ты просто потом не можешь что-то вспомнить, или как-то забываешь об этом. Так что, блин, ну это вообще, конечно, жесть. Я жила дальше, то есть в 12-14 лет я жила, и даже не думала об этом. Я вспомнила, когда мне было 22 года. Настолько заблокировалось. После смерти этого человека. Да, накануне, я за пару дней до его смерти это вдруг вспомнила. Бегал мой сын старший, и я услышала. Блин, ну как вообще можно говорить, можно что-то обсуждать, когда такие вот очень острые моменты поднимаются в передаче. Тут уж даже никак свои пять копеек не вставишь. Это какой-то звук. Знаете, когда дезинка там на колготках шлепают? Вот такой звук я услышала, и у меня вот... Я в одну секунду все вспомнила. А что мама сказала, когда вы рассказали? У меня очень консервативная семья, и, ну, мне сказали, молчи, никому не говори это, они красивые, это стыдная история, не надо ее выносить. Почему это стыдная история? Я вот, ну, не знаю, как бы... Стыдно должно быть тому человеку, который это сделал. Никогда не должно быть стыдно в жертве насилия. Это... Вы в этом не виноваты. Виноват только тот, кто это сделал. Я хочу вам сказать, что вы очень сильная и смелая. Спасибо. И не только потому, что пришли сюда, вы смелая, потому что пришли и рассказали эту историю, о которой нельзя молчать. Я хочу сказать, чтобы каждая девушка, которая, не дай бог, попала в подобную ситуацию в любом возрасте, будь ты маленькая, будь ты юная девушка, или взрослая женщина, никогда об этом не молчи. Ты можешь обратиться к маме, лучше идти сразу к психологу, обратиться в службу поддержки женщин. Таких служб на сегодняшний день очень много. И ни в коем случае не думать, что виновата ты, что виновата твое поведение, ты спровоцировала. Абсолютно это чаще всего происходит не так. И ты молодец, говори об этом. Живи дальше, полной своей жизнью. Я вижу, что ты абсолютно светлый, классный человек. Я хочу, чтобы ты была в проекте. Я говорю тебе да. Спасибо. Есть рост, все абсолютно цифры, соответствующие параметрам песочных часов. Все, что нужно. Не потому, что ты рассказала нам эту историю. Ну, блин, мне искренне жаль девушку. Я понимаю, что то, что с ней случилось, это ужасно. Но в контексте этой передачи я еще раз, вот как в прошлом реакции, я не понимаю, зачем они заставляют рассказывать героиню вот эти вот истории, для того, чтобы зрители, наверное, как-то прониклись или что. Просто в контексте вот уже того, что она рассказала, тебе кажется, что они оценивают ее и дают ей место в шоу только из-за этого. Возможно, я не права, и это не так, но мне так кажется просто. Ну, как после такой истории, да, можно человека отправить домой? Я считаю, что нельзя отправить домой. Поэтому более объективно было бы, если бы они просто выходили и просто показывали свое тело и свои внешние качества. А потом уже в процессе проекта, например, и каких-то там внутренних проработок уже это рассказывали. Потому что так, я считаю, не совсем правильно. Потому что а вдруг, типа, ты расскажешь там какую-то свою личную травму, личное переживание из жизни, и тебе скажешь, спасибо, вы нам не подходите, идите, пожалуйста, отсюда. Так что не совсем, как мне кажется, уместно. Потому что ты такая смелая, а просто потому что ты идеально нам подходишь. Я говорю тебе да. Спасибо большое. Хорошо, что она была смелая. В принципе, лицо у нее симпатичное, глаза большие. Я люблю, когда большие глаза красивые вообще у всех. Потому что мои глаза маленькие, как изюма. У меня тоже комплекс по поводу моих глаз, поэтому я себе стрелки стараюсь рисовать побольше. Но, конечно, дреды-то отрежут. Хотя это не дреды, а, по-моему, афроколсы правильно называются. В принципе, девушка симпатичная и оказалась очень милая. Хотя я почему-то подумала, что она будет хедлайнершей проекта. С нами так откровенно, потому что мы увидели не только красивую девушку, но мы увидели девушку с трудной судьбой, которая может стать примером для других. Я говорю вам да. Спасибо. Я сейчас отстранюсь от истории, хотя это сложно сделать. Поработаем с походкой. А если говорю поработаем с походкой, значит, ты уже знаешь мой ответ. Мой ответ. Спасибо вам большое. У вас четыре да? Отправляйтесь. Спасибо большое. Ну, я рада за нее, потому что действительно она заслуживает, наверное, нахождение здесь. Спасибо вам. Понимаешь, чтобы у зрителей не возникло ощущение, что мы ее взяли за эту трагедию семейную. Она абсолютно внутри нашего формата. Она классная. Катя, молодец. Молодец. Рад за меня. Ты мне цветы принес? Спасибо. А, это так мило. Девочка у нее, дочка тоже очень симпатичная. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Веронику Кондратьеву поддержать на проект приехал самый близкий человек. Мама меня всегда поддерживала. Я говорю, мам, я... Ой, симпатичная. Мне кажется, она чем-то на меня похожа. У нее тоже такой носик, такая хрюшечка. Очень симпатичная. Хочу, допустим, стать актрисой. Да, конечно, иди. Мама меня не судит ни за что и никогда. Она отправила мне... Всем бы такие отношения с родителями, как вот у этой участницы. Потому что прямо рассказывает... Бальзам на душу. Это шоу с напутствием. Просто будь собой. Я верю в то, что ты будешь вести себя достойно. И она не расстроится в любом случае, какая бы там ужасная фотосессия не была. Не, ну она прям такая очень горячая штучка, скажем. Я думаю, у нее много поклонников. Не забудь, из какого я города и как меня забыли. Ой, что ты не умеешь? Это кальян? Зена? Кальян! Это флейта. Тоже похоже, нет шеи. Ой, она такая веселая. Видно, что стесняется очень. Ну прям конкурс талантов. Все приходят и с пирожками, и со шлевами, и с какими-то ракушками. В прошлый раз девушка приходила. Еще дома нашли, все решили принести. И, так сказать, все средства в борьбе хороши. Частушка получилась прям-таки. Ну, сыграла. Молодец. Меня зовут Кондратьева Вероника. Мне 16 лет, и я приехала из города Санкт-Петербург. Ну, она выглядит немного старше своих лет, наверное, из-за губ. Потому что яркие губы, они немного женщин старят. По себе знаю. Если рисую себе свисток, такой сразу мне там можно дать. Плюс несколько годочков. Так что прям даже... Не, ну реально, выглядит она лет на 20, на 21. Родители знают, что вы сюда приедете? Да, моя мама не очень поддерживает. А как вы будете жить в доме? Так же, как и все. А как вы будете участвовать в съемках? Так же, как и все. А как вы будете обнажаться? Так же, как и все. Так она уже совершенно летняя. А чего? 16? А в каком государстве она совершеннолетняя? 16 только, если мама с папой разрешают. Конечно. А есть у вас письменное разрешение? Конечно. А где мама? У нее есть письменное разрешение от папы с мамой. Я вроде бы понимаю, что с документами у нас все хорошо. И я могу попасть в этот проект. Но все равно какая-то тревога. Надежда Борисовна. Я боюсь, что ее там заклюют более опытные, такие, скажем, возрастные дамы. Выходите к нам. Сейчас прикинь, не мама в купальнике выходит. Очень хороший материал. Здравствуйте. Маме песню какую-то включить симпатичную. Что, что она просто так идет? Добрый вечер, уважаемые жители. Здравствуйте. Я мама Вероники. И как вы нам ее отдадите? Вот так. Серьезно? Вы вот так вот отдадите ребенка в такой непростой, очень непростой мир? Ну а что делать, если ребенок хочет, если это мечта всей ее жизни, если она там долго, наверное, они эту тему уже обсуждали, обговаривали, тем более это второй сезон, а не первая. Чего? Я думаю, что если она сюда пришла, тем более с мамой, то никаких проблем в этом нет. Чего опять прям так это нагнетать? Ну ладно, я понимаю, что это делается для зрителей. Вот такого бизнеса. Дело в том, что я ей доверяю. И я знаю, что у нее голова на плечах, и она сделает все как надо. Если мы понимаем, что по документам все хорошо, давайте я выдавлю из моих коллег еще одно «да», и буду супер счастлив, потому что это будет первая моя знакомая 16-летняя плюс-сайз модель в России, над которой я, правда, с удовольствием буду работать и буду максимально перейти ее до финала. Либо вы скажете «нет, это невозможно» по документам, и мы отправим их домой в Петербург, и они будут прекрасно гулять по Невскому. С другой стороны, и удивляться нечему, потому что карьеры все, ну, вы сами знаете, мир. Начинается с тем рано. Да, и с 14, и с 12 были случаи. И в этом плюс, понимаешь? Да, и в этом абсолютный плюс, потому что она будет заряжена и будет развиваться. У нее нету сейчас багажа, который... Да, ну это правда, потому что действительно прям там уже, по-моему, 17 лет, ну, насколько я слышал, даже по фильму «Неоновый демон», кстати, прикольный фильм, но такой немного абстрактный, надо говорить, авангардный или, господи, артхаусный, вот. Я помню тоже, что там уже, типа, если тебе 17 или 18, то все, подруга, ты уже старушка, они на какой тебя кастинг-то не возьмут. Поэтому, возможно, это очень правильное решение, что она, так сказать, с молоду пошла в такой модельный тяжелый бизнес. Который ей будет мешать делать то, что она хочет. Плюс ко всему, она действительно знает, чего она хочет. А вам большое спасибо, потому что... Не потому что вы ей доверяете, потому что вы делаете для своей дочери то, что она хочет, и не мешаете стать ей счастливой. Это так есть. Таких мам немного. Поэтому я очень восхищаюсь. Мама молодец, мама большая умничка, что она не загубила желание своей дочки. Блин, я не могу сейчас задохнуть все, мечтаю. Кислород перекрылся. Я встречаюсь с вами, как мамой, и я говорю да, однозначно да. Вы супер, дайте я вас обниму. Я сюда обнимаю участников, а тут хочу обнять маму. Ой, можно я вас обниму? Вы такая замечательная. Вы прям молодец, спасибо. Вы прям... А, блин, я думала, он пошел девочку обнимать, а он пошел обнимать маму. Все, сорян, сорян. Ручки вот они. А как важно мамам чего сказать то, что хотят их действовать. Я правильно понимаю, что у вас 4 да, и вы можете отправляться. Бегите! Так, самые высокие каблуки, если, наверное, у нее маленький рост. Почему-то мне так кажется. Давайте поглядим дальше. Меня зовут Амосова Анастасия, мне 38 лет. Я из подмосковного города Раменское. Я занимаюсь полдэнсом. То есть я танцую. Экзот. Слишком много новых слов в Мексиконе. И это, я так понимаю, вот эти вот всякие эротические штуки, танцы на пилоне. Ну, как, собственно, и показано. Не сейчас. Ну, мастер. Нет? Ну, это не село. Понимаешь? Я тебе предлагаю сделать джазовый шпагат. То есть это не когда полностью, а когда правая ножка немного согнута. Так ты не сломаешься и... Я тебе... Она прям, мне кажется, с такими формами. Несколько тяжелее сесть на шпагат. Ну, это прям достойно. Ну, хотя она не села, но там прям оставалось чуть-чуть. Вот. У меня, я помню, когда я сидела на карантине, когда у нас был по всей Москве карантин. Хотя опять сейчас с этими прививками уже воздержусь от комментариев. Короче, когда у нас был в прошлом году серьезный карантин, я не ходила в универ, была на домашнем вот этом обучении вся группа у нас. И я, чтобы совсем не, так сказать, потерять какие-либо двигательные функции, я занималась растяжкой. Нашла где-то на ютубе какие-то вот эти упражнения для растяжки. Старалась сесть на шпагат, потому что в детстве я ходила на гимнастику, и у меня прям с легкостью я могла на вот этот вот... Продольный, наверное, продольный или поперечный. Ну, вот, короче, на такой шпагат сесть. И хотела вернуть эту гибкость, так сказать. И у меня там тоже я не садилась до конца. Где-то вот столько-то, наверное, до земли у меня оставалось. Так что, вот, было приятно, когда ты понимаешь, что ты всё-таки не совсем коряга, когда ты можешь сделать какую-то растяжку для своего тела. Надо другую фишечку подсказать. Выходишь на подиум, ломаешь спину в обратную сторону, правда, ты падаешь, но зато тебя определённо запомнят. Вот такая фишка. Ой, кто-то там немножечко это самое, такой токсик вот в уголочке, мадам, токсик. Что, что это ничнее, да? Что, делаешь прыжочек джазовый? А это вот с хвостиком мы её поугнем. Она у нас была, тоже в начале этого выпуска её взяли. Погатик и всё, и зритель поедет. Я бы их не слушала на её месте сейчас, на пиржике конкурентки, это вот не надо. Так, каблуки, смотрите, ребят, какие, видите? Грудь вижу огромную. Блин, реально, каблуки у неё, это просто, мама, дорогая. Ой-ой-ой. Тяжело на таких ходить, представляю, как вообще. Точнее, не представляю, как. Я никогда на таких высоких не ходила. Причём там ещё вот такая платформа, такая шпилька. То есть, ну, прям профессиональная обувь, что скажешь. Я прям, я боюсь, что она сейчас споткнётся очень сильно, и я прям вот так вот у меня всё лицо стянуло, потому что я очень волнуюсь. Я из города Раменская. А лет? 38 лет. И вы так ужасно ходите, и вообще обувь эту нужно выкинуть, потому что она 100 миллиардов лет назад вышла. Вот видите, эксперт осудил. Ну, смотреть прям очень страшно. Как будто бы за себя волнуешься, как будто бы это ты на подиуме, и ты можешь сейчас как-то неправильно ногу поставить, и... Псё. Из моды? Это не отсылка к моде, мне кажется, это отсылка к роду деятельности, да? Это стрипы. Это порно-шик вообще-то. Это стрипы, да. А вы что стриптизер? Слышали, какой там звук был за кулисами, кто-то кричит. Трептизерша? Нет, я не стриптизерша, но я занимаюсь пол-дэнсом. То есть, это моё хобби. Может, кто-то из вас, мужчины, выступит в качестве пилона? А для чего вам наличие пилона? Я могу встать туда. То есть, она у вас по подиуму будет встать по пилону? Можете? Валентин может встать. Бедный Валентин. Ну, не дозревёт он до конца передачи с такими номерами. Она может вокруг него станцевать, как вокруг пилона. А что такого? Ну, если так будет... Честно сказать, Валентин мне очень нравится. Такой приятный молодой человек, такой тактичный, такой интеллигентный. Прям любо-дорого смотреть. Так что, я надеюсь, что с ним ничего не случится. Легче раскрепоститься, я вот так вот дозреваю. Можете развернуться? Конечно. Вот так. Музыку нам, пожалуйста. У нас есть какая-то музыка. Ночью руки вот так вверх вытянуть. Ну, блин, я думаю, ей неловко, ему неловко. И понимаю, что всё для телешоу. Но бедные девушки крайне, я думаю, некомфортно там стоять и перед незнакомым парнем на камеру исполнять какие-то упражнения, да? Или какие-то танцы. Ничего, ну, у меня какое-то... Мне немножко неловко от происходящего. Возможно, я просто закомплексованный человек. И мне напишут в комментариях, что... Ой, да ничего, ты не понимаешь? Ну, я просто представляю себя. Дамы или на месте Валентина. И я думаю, я бы очень стеснялась. Ну, мне кажется, что... Булуки я бы на её месте лучше сняла, потому что видно, что она пытается на них удержаться изо всех сил, чтобы не упасть. Помнила себя на пластике в девятом или в восьмом классе, когда я всё, что могла делать, это считать про себя. Раз, два, три. А сколько вы этим занимаетесь? Раз, два, три. Ну, вообще месяцев восемь, но был достаточно большой период. Я вас прошу больше этим не заниматься. Я вижу, что вы по низу максимум 46-я, то есть вы маленькая, и поэтому я говорю, нет. Ну, я вообще считаю, что у меня фигура песочные часы, и я не согласна, что у меня они 46-го размера. Ну, я заметила, что если им что-то не нравится, то они просто говорят, ой, вы маленького роста, или ой, вы слишком худая. Ну, потому что, естественно, никто не хочет девушек обижать, и просто нужно как-то выкрутиться, и они говорят, что... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот эта экспрессия, которая должна выходить из вас, она, ну, на мой взгляд, это то же самое, что иметь харизму. Вы либо сейчас её задушили, либо с ней нужно действительно поработать. Ну, блин, она здесь и снялась. Приходишь куда-нибудь на какой-нибудь, я не знаю, конкурс талантов, приходишь на шоу, там, ну, я не знаю, художников каких-нибудь или кулинаров, и тебе говорят, ой, а вы чем занимаетесь ещё? Танцуете! Давайте вы нам, тверкс, танцуете, а мы, если нам понравится, вас возьмём. Ну, это... Блин, естественно, может, она вообще не готова была к тому, чтобы танцевать там, но хотя, с другой стороны, зачем она делает тогда каблуки? Очевидно и нормально, что она стеснялась такой ситуации. Что бы она шла впереди вас, пока я не вижу этого огонька. Моё мнение, что, увы, нет. Чем вы, в принципе, занимаетесь в жизни? Я инженер-конструктор первой категории. Вот же, а! Так ей нужно было прийти тогда с чертежами, с какими-нибудь. Девочки, на будущее, если кто-нибудь планирует пойти на проект модель Excel, выбирайте. Если вы занимаетесь много чем, то выбирайте прийти в таком образе, в котором вас точно не заставят что-либо делать, никак не будут вас на камеру проверять и провоцировать. Вы можете сказать, что вы, я не знаю, физик-ядерщик, например, и вас уже не заставят там производить электричество или вырабатываете электроэнергию из воздуха. Так что подумайте об этом. Ножью на лице. А что вы конструируете? Техническую документацию на наши боевые самолеты. Нифига себе. Блин, ну женщина очень мудрая, очень умная, наверное, интеллигентная тоже. Мое уважение, это очень круто, это очень клево. И дай бог всем вообще таким заниматься, очень ответственная профессия. Вы, моя милая, дайте я вас обниму, я думаю, что же у нее уже... Что-то у нас сегодня есть в этой серии обнимашек, всех что-то хочет обнять. Ну какой, шалун. Ты его понимаешь в глазах, это же мое техническое образование Сибирского федерального университета, я смотрю на нее, она же вот, милочка, какой пилон, не занимайся дурью, я тебя умоляю, правда. Согласен абсолютно. Интеллигентная девчонка, классная. Я думаю, что мир конструирования воздушных судов, это то ваше призвание, помимо того, что вы, естественно, будете, хотите заниматься тем творчеством, которого вам не хватает. Но я говорю вам, нет ли участия в нашем проекте. Вам не хватает раскованности, но на нашем шоу, к сожалению, мы этому не учим. Нам нужны уже девушки заранее раскованные, которые не стесняются ничего. Вы так прям скукожились, зажались, слово из вас не вытащишь, и лицо у вас интеллигентное, и фигура у вас роскошная, но немножко для другого сферы деятельности. Я вам говорю, нет. Спасибо большое, что... Ну, хоть бы одно, да, вы сказали, чтобы не так обидно было, а то прям уж... Вот опять же таки, и покрутилась, и прошлась. Ой, что-то у меня крошки какие-то сейчас, пардончик. Ну, в общем, она так старалась все равно. Но зачем они тогда ее просили произвести такой танец? Я понимаю, что для шоу, конечно, ну как-то... Ну, вы нет. Спасибо. И доставили нам столько приятных моментов. Всем спасибо вам большое. До свидания. Но произведут ли впечатление на членов жюри ее... Ой, думаю, возьмут. У нее такая очень внешность. Интересная, губы пухлые, такая прям... Ну, понимаете, как сказать, вот, не знаю, модная, модная внешность, потому что сейчас, как мы знаем, это все вот в тренде есть. Вот как раньше, в каком-нибудь там 18 веке или в 19 было модно там мушку иметь, губки тоненькие, большие глаза такие круглые. Ну, вот у каждой эпохи есть как бы мы этого хотели или не хотели модный какой-то идеал. Да, там Мэрилин Монро было, Клеопатра, все что угодно. И вот сейчас, мне кажется, что такие девушки, как она, у них очень коммерческая, вот, как правильно говорить, коммерческая внешность. Опыт и уверенность в себе. Конечно, я хочу победить, это нормально. Я не буду же кривить душой, что нет-нет-нет, я не выигрывать сюда пришла. Амбиции-то они есть, и они прекрасные. Катя обожает татуировки и готова удивить жюри. Делаю себе новые татуировки. На мне сейчас, на данный момент, 19 татуировок своих и плюс 4 татуировки. Ой, ты можешь сделать татуировку с членами жюри, это знаешь, знаете, типа, если ты делаешь татуировку с членами жюри, то ты 100% проходишь в телешоу. Это также, как я помню, где-то в ВКонтакте видела или в какой-то мем был, что один магазин с электроникой, с техникой, они объявили акцию, что если ты делаешь татуировку на лице, Карл, на лице с нашим магазином, да, там где-то, то ты получаешь новый 12-й или какой-то там вышел айфон. И какой-то чувак пришел реально сделать татуировку на лице себе, настоящую тут-то переводилка. Вот я не знаю, дали ему этот айфон, и чего потом в мучениях ходить стирать это, блин, лазером. Говорят, очень больно, не знаю. Смешно, ну просто историю смешную вспомнила. Я с членами жюри. Мальчиков я послужу возле папки. А может быть, ты мальчиков вот здесь разместишь? Они сотрутся. Я думаю, почему-то, что скулки на меня должна принять сразу, как родную, она же тоже из Казани. И уй-яй-яй-яй-яй-яй. Афра. Да. Она, кстати, с пузиком, но она не с неплохими фигурами. Так, ребят, ну как вы поняли, музыку я уже буду вырезать там, потому что мы финансов не имеем. Я не хочу, чтобы меня забанил за авторское право. Вот, поэтому буду подставлять уж что найду из медиатеки YouTube. Извините. Ну, кстати, сказать, мне кажется, что у Нью не совсем купальник, а просто какое-то красивое кружевное белье. Крокодил мой, любимый Гена. Смело я его помогаю от мне сегодня снимать для вас реакт. В принципе, мне очень нравится цвет купальника. Вообще, девушка очень мне импонирует. Извините, конечно, но мне кажется, что я на вашей ноге вижу свой портрет. Да. Как вас зовут? Меня зовут Катя. Катя, а кроме моего портрета у вас еще есть чьи-то? Да, у меня есть чьи портреты. Ой, а покажите. Интересно, она их с собой привезла или их там раздавали? Ну, это очень забавно, конечно, выглядит. А, вот, я думаю, чего у него в руке? Туфля. Туфелька женская. А? А у ее же на рога там... Нет, это туфелька. А, туфельку облизывает. Нет, он не облизывает. А как вы узнали, что... Валентин расстроился, и его фотокарточки не было, поэтому он такой... Вот это делает, это все понятно. Проницательно. А кто еще есть, показывайте. И Валентин? А, есть все-таки, ну все, оправдан. Тоже. Когда вы успели. Дедка, покажи мне страсть. О-о-о. Оригинально. А, Катерина? А я что, я как-то ближе к сердцу? Ближе к сердцу, ближе к сердцу. Ближе к сердцу, да. Ближе к сердцу, ближе к сказанию. Мне, как ни странно, вы супер симпатичны. Спасибо. Мне нравятся ваши волосы, линия груди. Я вижу, что вы правда XL, вижу, что у вас хорошие ноги. Я просто не про двойные стандарты. Потому что если вы вышли с татуировками и пытались там сообщить, что, посмотрите, я вас нанесла, то как бы нужно было тогда уже бить. То есть если бы она вышла с наколотой тобой на попке, ты бы сказал ей, да? Я у нее и так скажу, да. Она мне... Что-то странно. Я... Вообще. У меня нет татуировок. У меня просто не то, чтобы я как бы против. Я... Любой человек может делать. И выглядеть так, как он хочет. Это его личное право. Просто мне кажется, что бить татуировки, это крайне больно. Вообще. И бить татуировки ради шоу, как мне вот уже объясняла несколько минут назад, это крайне недальновидное решение. И что они хотят? Если бы она набила их татуировки реально, они бы сказали, ты что, мать, зачем ты это сделал? У тебя и так взяли. Так через там 2-3 года сводить придется. Так что, ой. Прикапывание к девушке. Выглядит она хорошо. Прошлась хорошо. Ну, блин. Ты же ради прикола она сделала. Что вы хотите от нее? Возьмите уже и все. Симпатично. Ненавижу ничего фальшивого. И поэтому татуировки, которые она сделала из какой-то переводной ленты. Ну, это глупость абсолютная. Но я ей это прощаю. А по-моему, смешно, забавно. Хотите шоу, вот вам шоу. Я не очень уверена, что... Вы дойдете далеко. Ну, я скажу вам да. ...моделью неприемлемо. При всем при том, что симпатичная картинка, я скажу нет. Она любит получать удовольствие от нее. Промотала что-то очень интересное. Наверное, про татухи сейчас скажет. Давайте посмотрим по вниманию. Такое огромное количество татуировок для того, чтобы работать моделью, неприемлемо. Ну, а вот не знаю, что он ее прям осуждает. Мы же все-таки за то, чтобы у нас не было каких-то определенных там стандартов. И тем более двойных стандартов. Потому что, опять же, я все время сравниваю с... Ты модель на ТНТ. Может быть, у них, конечно, разные какие-то там вообще диаметрально противоположные взгляды. Потому что это разные каналы. Ой, нос, что-то у меня чешется пыльно, блин. В комнате надо пыль вытереть. Стыд мне и позор. Все, никак не могу. Но возвращаясь к Тиме, была в проекте «Ты модель на ТНТ». Девушка. Она и блогер, и модель. Она участвует, ну, как бы, в показе всяких там вещей в шоуруме. Или в магазине «Бэт Нортон». Может, кто-нибудь знает. У нее была куча татуировок. У нее был пирсинг вообще во всех местах. Но, кстати сказать, она очень симпатичная. Она тоже мне очень нравится. Я не помню, как ее зовут. Вот. Но у нее было очень-очень много татуировок. Ее взяли и сказали, ты прикольная, ты классная, ты харизматичная. Все, ты, типа, у нас в проекте. А здесь, видите, вот говорят, что не очень им нравятся татуировки. Но, может быть, зависит от того, вообще, как эти татуировки выглядят. Тоже не совсем понятно. Но, с другой стороны, я с ним согласна. Потому что, если ты модель, то ты должна быть, как бы, лицом бренда. На тебя, как бы, надевают, точнее, тебя одевают в какие-то вещи, которые хотят, чтобы ты собою прорекламировала. Вот. А твои татуировки, они несколько могут сбить, что ли, вот этот, вот этот вот смысл вещей. То есть, татуировки могут помешать восприятию той или иной коллекции, той или иной вещи. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Опять же таки, ну, сорян, мое мнение. Поэтому я, как бы, здесь не знаю, с одной стороны, он прав, а с другой стороны, с точки зрения шоу, ну, как бы, не совсем он прав. Так что, не знаю, как бы, 50-50. При всем при том, что симпатичная картинка, я скажу нет. Меня лично вообще здесь ничего не смущает в вашем образе. Конечно, эти татуировки, на их же не смышь, как наши незабываемые картинки. А я предлагаю сказать ей, да, Катя, и чтобы она не смывала наши татуировки до конца проекта. В общем, пока у тебя есть наши татуировки, ты в проекте. Срочно ищу тату-мастера. Мне кажется, что вы абсолютно наша модель. Ну, будете вы такая русская Тесс Холидэй. Поздравляю, вы в проекте. У них с этой Тесс Холидэй постоянно они сравнивают всех девчонок. В прошлом проекте была Тесс Холидэй, я имею в виду, в первом сезоне была русская Тесс Холидэй, сейчас русская Тесс Холидэй. Я не знаю, неужели как-то мало моделей плюс сайз в мире, что вы сравниваете только с одной Тесс Холидэй. Я не знаю, может, она, конечно, самая популярная девушка на подиуме. Ну, блин, это как-то... Придумайте что-нибудь новое, интересное. Зрители уже знают о существовании Тесс Холидэй благодаря вашей передаче. Но можно же сравнивать девчонок с какими-нибудь другими моделями и... Спасибо. Отправляйтесь к улицу. Чисто персик. Персик? Вообще мне все нравится. Мы ее чуточку... Ну, взяли, слава богу. Молодец, молодец. Выглядит хорошо, как я уже сказала. Думаю, что большое будущее у этой девчонки на проекте. Я, если что, пью воду. Во, даже уже нет ничего почти. Так что не думай. Поменяем, она прям будет суперклассной. Немножко вязкая, немножко манкая. Но это даже хорошо для моделей. Иногда это нужно. Меня зовут Валерия Волк. Я все время что-то толстая. Вот я сейчас вижу все свои фотографии. Я вообще-то вообще думаю, блин, ну я такая классная на всех фотках. Я до рода, по послероду, ты такая классная. И сейчас мне как-то вот даже комфортно вообще себя не напрягает. Не знаю, я себя вот вообще приняла по-другому. Ну, как-то спокойно. Офигеть, очень много девушек вот прям в этом, в этой части передачи с детьми. Но это классно, это очень классно. Но прям заметила такую тенденцию. Молодцы девчонки, что не сидите просто так без дела дома. Точнее, не то, что вы без дела, что вы не только как бы домохозяйки. Что вы еще и стараетесь себя в чем-то реализовать достойно уважения. Они сейчас вот, да, даже как ни странно. Я думаю, что надо себя кайфовать. Несмотря на то, что это только кастинг, я уже жду победы. Оп. Это я в Тунисе. Бомбочка. Ну, она решила, наверное, всех удивить, поэтому и запомниться. Главное же, что запомниться, да. Вот. И решила немного такие интересные позы выбрать. Вот такая рокерша с такой вот повязочкой на ноге. Блин, она чем-то напоминает мне внешне мою одногруппницу. Ну, немножко. Вот. Не знаю, может быть, она меня смотрит. Ладно, меня смотрят мои одногруппницы некоторые. Но они все равно, наверное, не догадаются про кого я. Так что... Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас на ноге такое? Я вот об этом не могу не думать. Ой, ну это так, для пущей сексуальности. Какой у вас рост, если снять платформы? 169. Поэтому я говорю, у меня... Очень жаль, я так хотела подрогать вашу блогу. Вы правда мне супернравитесь. Блин, один, Карл, сантиметр. Один. Ну, сказала бы, ладно, 170. Ну, если бы они ее измерять начали, а там было бы 169, они бы ее тогда... Ну, взяли бы, блин, один сантиметр. Один. Ну, что вам, жалко, что... Ну... Ну, хотела потрогать твой бороду. Потрогайте все, что вам угодно, да. Трогайте, если это принесет вам какое-то удовольствие. Ничего себе! И она прям... У нее же есть дети. Ну, она прям с такой нежностью на нее там. Мужчина. Какой еще слаб в кадр? Ай. Ну, прям она так, это хорошо. Может, на счастье какое-то у старика Хатавыча вытереть сейчас волосок. Желание! Хочу попасть в модель XA. Все, теперь у меня должны взять. Он даже нам не дает. Что-то быстро он убежал. Кайфовал бы, но что ты во всяком... В самом деле. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Тридцать два. У тебя наверняка есть муж, дети. Муж... Ну, и... Пока есть, да. Что значит? Пока есть. А это, может, у нас специально, чтобы муж приревновал и так сделала? Странно. Ну-ка, странно давайте. Что ты такое? Пока есть. Ну, как бы... Что? В процессе развода. Я считаю себя уже незамужней. У нас, как бы, связи с мужем нет уже давно. Никакой. Я не знаю, почему. Да. Я не знаю, почему. Все, тогда нормально. Тогда можно трогать за бороду. Почему, но... Чем-то вы мне очень импонируете. Но есть что-то такое под вопросиком. Мне интересно посмотреть, что будет дальше. Я скажу вам да. Спасибо. Я тоже поменяю свое мнение. Скажу вам да. Спасибо. Если тебе что-то, не понимаю, что... Правда, я никогда так не делаю. Ой, я умею делала. Дельфинчка, давайте сделаем. Ничего не делай, подожди. Подожди. Ой, ну, у нее какая-то такая внешность. Такое немножко... Сучечки. Это в хорошем смысле слова. Такой роковой женщины. Как будто бы она такая прям очень... Ну, как это сказать. Такая разбивательница сердец. Вот, хорошее словосочетание придумала. Это очень многим мужчинам нравится. Такой типаж. Пожди. Ладно. Все обожают моего дельфинчика. Все, понимаешь? Ты понимаешь? Все. Просто послушаем... Давайте... Я думаю, ей не стоит это сейчас делать, а то они... Они передумают. Ну, как-то это... Это, знаете, это как в ТикТоке. Рот открываешь, вот так звучит оттуда какая-то музыка. Я потом на монтажы что-нибудь ставлю, будет смешно. Ростометр. Там внезапно сейчас появится один сантиметр. Я не могу обмануть себя и зрителей. Несите ростометр. Сейчас там есть один сантиметр. Я уверен. Я думаю, что она ему понравилась. Он решил просто с ней побольше времени провести. Тем более, что с мужем-то в разводе уже. Поэтому нужно брать пока, так сказать, горяченькое. Сними заодно эту подвязку. Она вообще не сексуальная. Мне нравится, но он шитый. Нет, мне нравится. Это знаешь, как вопрос внутренней защиты, понимаешь? Ножной чокер. Нет, то есть бы она была невеста, там кое-что старое, кое-что на ногу. Ну вот смотри, Катя, по пропорциям лица. Ну, да, 170. Сколько? 170 есть. Я хочу тебе... Что-то он ей там, мне кажется, сантиметрик-то приписал все-таки. Такое маленькое испытание сейчас дать. И в зависимости от того, как ты его пройдешь, я скажу да или нет. Хорошо. Ты можешь встать на пальчики? И можешь на этих пальчиках красивой кошачьей походкой оттуда к нам пройти с несеменящим шагом? А я туда тоже? Конечно. Ну прям вообще, бедные девчонки. И станцуй, и пройди. Может там еще что-нибудь, я не знаю, связать шарф? Или что вам еще сделать? А еще, если ты поправишь левую булочку, супер будет. И красивыми кошачьими шагами от колена, и ты идешь сюда, делаешь позу. Не семени. Стой. Держи, держи, держи. Мой ответ тебе да. Спасибо. О чем? Я вам все равно ответ очень важен. Вы знаете, мне кажется, что вы... Извините, вы тут про рост говорили, что вы не совсем прям XL, вы керви для меня. Керви, бёрби, такое слово непонятное, я не знаю такого. Короче, среднее. Это называется среднее, но умным словом таким. Давай мы ее возьмем во благо тебе. Ну, ты думаешь, что она керви. А вы что меня уговариваете? Это уже три да у нее. Моя мнение не решает. Ну, скажи четвертое. Я хочу четыре. Так, я же, наоборот, начала заезд, а они меня давай уговаривают. Сейчас передумаю. Даже не знаю, почему вы думаете, что я скажу нет. Ну, конечно, да. Да. Все, все. Ох, интересно, будет ли сегодня какой-нибудь трэш? Хочется прям каких-нибудь вот таких, это самое, ну, чтобы было, чтобы комментировать. Хочется прям такого чего-то, разноса какого-то, вот прям что-то, страсти накалились, и крики, и скандалы. А то все пока как-то гладенько проходит. Пока участницы из разных городов выходят на подиум, Вероника Обросимова переживает в комнате ожидания. Я вообще готова уйти прям. О-о-о, Бейонса. Ну вот. Почему Бейонса? Медхунчик Рабор, Телеба, Рай. Ну у него, во всяком случае, хотя бы по силу эта фигурка есть. Она убила себя. Она какая-то, может быть, все-таки, как будто бы она из аниме или из мультика «Аватар. Легенда об Анге». Огонь, земля, воздух. Может быть, она снимается йогой, поэтому у нее такие интересные какие-то восточные движения. Просто я вам не могу дать послушать. Это такой кальянный рэп играет. Эй, принцесса, меньше стресс. Все, обозреваем. Что ж такое-то, а? Мне 36, и я все еще вешу 76. Но почему-то дядя сильно за 40 думает, что меня можно спокойно потрогать. Уберите свои грязные... Она еще рэп читает, боже мой. Ладно, сейчас несколько слов. Мне кажется, что она очень худая, у нее даже животика-то нет. Она прям... Эль. Она, наверное, Эль, если даже не Эм. Так что, не знаю, мне кажется, вряд ли ее возьмут. Потому что, ну, объективно говоря, сейчас показали. Может, она его втянула просто так удачно. Вот. Разные руки, лучше удовлетворитесь на Монику Белуччи. И не надо меня раскрепощать. На мне уже корона. Просто ты ее не хочешь замечать. Вау! Рау! Рау! Рау, ты! Да. Меня зовут Евдокия Москвина. Мне 36 лет. Я живу между Москвой и Францией. Это где? В Борисе. В Ленинграде? В Ванного. Ну, почти. Плюс-минус 3000 километров от Ванного. А что вы делаете в Париже? Я вообще кинорежиссер по профессии. И я снимаю фильмы, да. Давайте встану. Я вот так просто люблю подходить к девчонкам. Ты хочешь коррективы по купальнику? Мне кажется, что верх вполне симпатичный. Вот эта часть, не должен я о ней знать. Поэтому ваш купальник должен начаться вот здесь. Простите, я, может, сейчас что-то оголю. Вот видите, сразу я эту брульку не вижу. Может быть, ее нужно как-то иначе назвать. Короче, это местечко пикантное. Купальник не очень зашел. Вот это должно быть вот так начинаться. И если бы у вас был здесь высокой плотности купальник, то вы прям были бы в супер правильном купальнике для посещения. Блин, мне кажется, она просто все это время втягивает немножко живот. А это достаточно тяжело. Ну, просто судя по тому, как мышцы там напряжены сейчас. Действие кастинга. Вы скорее 46 по верху. И максимум 48 по низу. А это не XL. Нет? Увы. Я вижу вас совсем в другом русле. Я не могу сказать, это моя интуиция или мое чутье. Поэтому я вам скажу нет, к сожалению. И вы такие... Она такая прям фактурная, такая. Видно, что, мне кажется, она бы там навела бы, мне кажется, свои порядки. Потому что режиссер. Режиссер это очень такая профессия. Ого-го. Потом у меня такой висок. В общем, мне кажется, она бы прям там... Дала бы всем прикурить, если они ее возьмут. Мне кажется, она там прям сделает им рейтинги. Я тоже считаю, что вы... Слишком маленькая для нашего шоу. Было такое желание попросить меня измерить вообще сантиметром. Потому что мне никогда в жизни никто не говорил, что я худая. Возможно, в третьем сезоне, если он вузит, и когда вы придете с более пышными бедрами, и в другом купальнике, да? Да, учитывая все комментарии. Может быть, что-то и получится. Но вы слишком не сюда. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания. А сейчас, я так полагаю, что нам покажут еще немного красоток, которые, так сказать, не вошли в основное эфирное время. Ой, с хвостиком мне очень нравится. Мне кажется, у нее очень симпатичное лицо. И она похожа на Оксана, да? Оксана Федорова. Мисс Мира, или, в общем, господи, дай мне памяти. Мисс Мира, которая, или она Мисс Россия. Ну, в общем, я думаю, все вы ее знаете. Она раньше ввела спокойные ночи малыши для нас всех. Может, это она и есть? Просто через несколько лет давайте полетим. Не в формате нашего шоу. Нет? Мой ответ нет. Она тортик делала, старалась. А куда вот эти все тортики потом идут, если не показывают даже, что они их едят? Ну, хоть бы попробовали, что ли. С другой стороны, а что вы, девчонки, с тортами приходите? Это все-таки не проект кондитера. Понимаю, что хочется как-то жюри задобрить, но тоже какой-то вот не очень честно по сравнению с другими какими-то участницами. С другой стороны, вы хотите, чтобы вас как-то, наверное, запомнили по этому тортику. Или, может быть, какой-то вам дали плюс один балл карме за тортик. Ну, вот, интересно, я бы хотела там прийти, работать на этом шоу как гример какой-нибудь, или как этот самый, ну, хоть уборщица мне возьмите, я бы потом просто все торты бы доедала бы, приготовленные. Я говорю вам, нет. Кубанская красавица Мария работает пиар-менеджером и рассчитывает покорить жюри своей щедростью. Я человек, который отвечает за составляющие ресторана, за его настроение, за его сердце, дух. Раз, два, три, и бедро отправляй. Куда? Тут каравай! Да что же вы делаете? Если бы они все это пробовали, я имею в виду членов жюри, они бы, наверное, очень сильно бы, ох, поправились, скажем. Блин, тут как на поле чудес. Я думаю, у них есть какая-то комнатка такая, знаете, там, ну, такая холодильная комната, как в сериале кухни. И там стоят все эти торты, десерты какие-то, там, капкейки. И они после передачи, наверное, собираются всем составом и кушают. Потом кто-то домой уносит на день рождения. Столько еды, блин, ой. Вперед на суде! Девушка очень симпатичная, очень такое лицо у нее прям, ну, реально, реально красивое, мне нравится. Главное блюдо – это бедро, да, а не караван. Свои ставки делаю все-таки на мужскую половину, поэтому, возможно, больше я буду работать на Овечкина, скажем так, улыбаться и строить ему глазки. Так, это венок на голове или что это? Это что-то греческое. Это греческий пирог? Что-то оно полощит, видишь? Это пирог с греческим ягнем. Подождите, это не Росомаха? Что? Возвращение? Идет она очень так, это, твердо, хорошо идет. Как это, знаете, это в магазин на диване. Пирог. Мой пирог. Представляем вашему вниманию. Лот номер 15. Вот такой вот замечательный каравай. Дорогие друзья, вы можете позвонить по номеру 8-980-7-301 и приобрести наш замечательный пирог на любое мероприятие. Похоже, чем-то, мне кажется, на Лану Дель Рей внешне. Вам не кажется? Только напишите ко мне в комментариях, права я или нет. Или на какую-то такую актрису или певицу, ну очень такая запоминающуюся внешность у нее. А это что, кровать? А это мое, добро пожаловать вам. Давайте это будет мне. Это без сахара? Это без сахара, модель XL. И без сахара, без муки. Так, давай, Кать, кто больше откусит, тот и будет здесь. Они сейчас будут есть этот каравай, мне так есть уже хочется. Блин, что они с этой едой все выходят? Ну что, я сейчас вот реакт закончу, пойду потом котлеточек там, еще у меня картошечка. Вкусно! Ну вы можете покушать. Так что давайте из меня тоже там поешьте что-нибудь вкусное. Я сначала скажу вам да, а потом расскажите о себе. Я живу в прекрасном южном городе, занимаюсь различными ивентами, потому что, грубо говоря, можно сказать, что я человек-праздник. Также я и сам специалист, и, в общем, положительный человек в целом. Я говорю да. Приготовят, видимо, вкусно. У вас есть дети? Да, у меня есть дочь. Сколько ей лет? 20. А вам? Ну, через три недели у меня будет 40. Это и не важно. Блин, они все так хорошо выглядят. Я прям вообще поражаюсь, что девушки в 40 лет могут так хорошо выглядеть. Я не знаю, мне кажется, если я, конечно, вдруг меня смотрят какие-нибудь девушки такого интересного возраста, бальзаковского. Мне кажется, если мне будет 40 лет, то я буду уже как выжатый лимон просто выглядеть. Не знаю, дай бог так хорошо мне выглядеть. Да ладно. А снимайте венок. Не скажешь жизни. Прямо с языка срывал, да. Вот, спасибо. Ну, какая же вы хорошая. Давайте я буду в нем сидеть. Почему он ей так был красив? Вы же поняли, да, что еще до того, как вы что-то начали говорить. Потому что лично я читаю. Потому что я дегустирую. Ну, все, в общем, взяли ее. Скажите, что она прекрасная такая вся, интересная. Из Кубани. Конечно, причем я в какой-то степени тоже из Кубани. Из Кубани. Потому что у меня папа родился на Кубани. Рус. Лена, дай поносить там. Краснодар, Кубань. Это же прям мои любимки. Ну, все. Главное, что, видите, попробовали. А другие тортики-то что-то они не ели. Семия коронавируса. Алена Зарецкая, как и многие другие медики, спасала жизни. Мне предложили работу в красной зоне, в обсерваторе. Сейчас скажут, извините, мы вас не можем взять, потому что вы же медик. Как вас с работы пустят? Да что ж такое? Вы должны там лечить людей. Так что только по этой причине вам скажут нет. Мне так кажется. Со странными людьми. Это не простые люди. Они болеют так же все ковидом. Но они с психическими отклонениями. Я не про деньги на этом проекте. А вот контракт мне хотелось бы получить. Потому что это дало бы мне возможность еще, еще, еще. И еще говорить и показывать людям, что нужно быть уверены в себе. Даже если случаются какие-то сложности и трудности в жизни. Даже если у вас... Ну, фигура у него вроде песочные часы. Так что все должно быть в порядке. Какие-то, по вашему мнению, не такой нос, не такие уши, не такая грудь, не такие пальцы. Нужно все равно идти и делать. Мне настолько нужна обложка журнала, что я готова на все. Очень тяжелый низ вижу. Вижу, вижу, да. Судя по силуэту. Сейчас скажут что-нибудь про ноги, мне так кажется. Что в лукошке лежит? Опять с какой-то едой, наверное, интересно. Может быть, там какие-нибудь инструменты медицинского значения. Тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Алена. Мне 33 года. Я медик. Я сильно переболела коронавирусом и не смогла остановиться, остаться в стороне. Пошла работать в обсерватор, в ковидную зону. И вы знаете, красная зона научила меня тому, что не нужно делить мир на черное и белое. Что у нас нет каких-то... У меня папа очень сильно болел коронавирусом. Он лежал на ИВЛ. Вообще, помню, 4 недели. Это максимум вообще. Это очень долго. И он мне таких ужасов рассказывал про этот коронавирус, что просто жесть. И я, кстати, тоже переболела уже коронавирусом. Но, конечно, слава богу, не в такой тяжелой форме, как он. Но мне было очень хреново. Я болела тоже несколько недель. Температура у меня была 38. И самое страшное, что я особо не кашляла, но у меня была дикая слабость. Вот у меня бывает такое, что я по весне, а вот осенью... Обычно каждый год осенью я болею гриппом. Это типа все. Я уже знаю, что, скорее всего, точно заболею. Потому что иммунитет у меня, видимо... Знаете, как это я все время шучу над тем, как я болею все время. Что у меня должен обновиться вот этот вот грипп. Это как обновление Windows или iPhone. Айфона я такая все, ложись, типа болеть на неделю с температурой. И у меня обычно очень высокая температура поднимается. Там 38. Даже 38 это для меня вообще нормально. Я не ощущаю даже никаких проблем с температурой 38. У меня обычно 39. Прямо там зашкаливает. Вот. А здесь, когда я болела коронавирусом, у меня была температура 38. Но для меня это не такая большая температура, как для... Ну, я ее не так сильно ощущаю. Но у меня была такая дикая слава, что я обычно там даже, если у меня какой-то грипп, я могу порисовать и что-то там снять. Какой-нибудь тикток быстро. А тут я прям, типа, вот так легла и смотрела мою Геройскую Академию аниме. Ребята, не болейте коронавирусом. К всем, кто болеет, желаю скорейшего выздоровления. Следите за своим здоровьем. И по опыту моей болезни, могу сказать, обязательно пейте больше воды. Потому что я не знаю, как это работает, но он как-то сгущает. Может быть, есть какие-то, кто меня смотрит вдруг, медики или люди, которые знают кто-нибудь про эту болезнь побольше с научной точки зрения. И у меня была очень какая-то, я не знаю, как даже это объяснить, густая, наверное, кровь. И чтобы у меня так сильно не болела голова, и чтобы как-то быстрее организм восстанавливался и эту болезнь перебарывал. Я постоянно пила воду, просто как не в себя. Ходила там в туалет каждые полчаса. Так что тяжелая, очень тяжелая болезнь, конечно. Норм в обществе. И что люди вообще в общей своей сложности прекрасны. Но людям не хватает веры и любви к себе. Именно ваше шоу, на самом деле, вы делаете невероятно крутую работу. Потому что я думаю, что когда люди смотрят телевизор и видят, что девушки приходят, и они преодолевают себя, им становится, вообще людям становится проще проходить какие-то препятствия. Так хотела просто прийти. На самом деле, сегодня я чувствую себя самой красивой, я клянусь вам. Какой-то прямо он это самое, любитель, так сказать, женщин с формами. Ну такая ты милашка. Спасибо. Такая ты молодец. Потрясающий, добрейший души человек. Время назад я весила больше гораздо, я весила 167 килограммов. После этого я похудела. Объясню почему. Не потому что я себе не нравилась, у меня не было никогда проблем в личной жизни. Просто есть некая граница в здоровье и в весе, и в формах женщины, через которую, когда ты переходишь, ты начинаешь чувствовать себя плохо. И когда я рационально поняла, что мне становится все хуже и хуже с каждым разом, я приняла решение, что мне нужно потихонечку снижать вес. Ты молодец, что ты поняла, что тебе нужны эти нижние цифры убирать. Да. Очень тяжелый низ, правда. Это в том числе причина, по которой я тебе откажу, я сразу тебе об этом честно говорю. Ты супер, ты мне нравишься, но я говорю нет. У тебя есть шанс просто поработать за собой, тем более ты знаешь, что... Ну вот, сейчас скажем, давайте, мы вас ждем на третьем сезоне. Приходите, приходите. Такой массаж, как с этим работать. Да. И пока я тоже вынужден сказать тебе нет. То платье нужно шить специально под тебя. И, к сожалению, из масс-маркета, даже из моего бренда, ничего на тебя не подобрать. Нет для нашего проекта сейчас. Но я тебе говорю, да-да-да-да-да-да-да, как девушки, как личности, как красотки. Потому что ты мне безумно нравишься. И я вот очень хотела бы видеть тебя в нашем проекте чуть-чуть, чтобы ты проработала вот эти вот нижние зоны. Безумно красивое лицо. Вот я, пока с вами разговаривали коллеги, я просто... Симпатичная девочка, симпатичная. Сидела и любовалась, абсолютно откровенно. Да, я преклоняюсь перед тем трудом, который... Это, несомненно, труд и физический, и психологический. И то, через что прошли лично вы. И то, скольким людям вам удалось помочь. В такой ситуации, да? Не может быть у человека ни одного «да». Я его скажу, потому что вы понимаете, что внутренне мы вам все сказали «да». Да. Ну, хотя бы одно «да» у нее есть. Я надеюсь, что это ее, может быть, как-нибудь замотивирует. И действительно она перейдет на третий сезон. Так. С подушкой, что ли, пришла? Интересно, сейчас скажет о себе. Я люблю немного поспать. А может быть, она делает какие-нибудь массажи. Интересно, как она аргументирует то, что это подушка вроде как. Может, это какой-то национальный аксессуар. Это подушка? Прошу прощения, да, что в руках. Все. Это был топот на весна. Тут, где вы нас пробили. Это был топот на весна. И мы в дыму твоем. Это был топот на весна. Наш балкон горит. И мы все трансляем. Разберемся потом. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Совсем понимаю, зачем надо было делать подушку. Смотрится очень странно. Ну ладно, хорошо. Может быть, будет какая-нибудь предыстория под это все дело. Меня зовут Морозова Олеся. И мне 31 год. Вы сами вышили вот эту подушку? А, да. Для меня? Я сделала сама. Наверное, она сейчас кому-нибудь подарит. Ну, как-то обидно. Наверное, надо было уже тогда 4 подушки такие делать. А что же она одну-то сделала? Ну, тоже в музей. Скоро у них будет как поле еще здесь. У них будет свой музей. И все такое прочее. Простите, если, ну, есть такая возможность, то я бы хотела подарить это Екатерине Скулкиной. Серьезно? Я опять Якубович, что ли? Это сделано от чистой души для вас, Екатерина, потому что вы самая шикарная женщина. Ну, не совсем корректно по отношению к другим членам жюри, а уж тем более по отношению к Анфисе Чеховой. Хотя, блин, ну, это ее личное мнение, собственно, да? Почему она должна говорить всем приятности, если ей нравится только Екатерину, например. Ну, блин, я бы на ее месте сделала бы лучше такие маленькие подушечки, как-то сувенирные, но подарила бы, наверное, всем. Чтобы никому не было обидно, а то так они могут сказать, ой, ну, а что ж такое, ты нам не сделала подушечку, но мы тебя не возьмем. И вы, вам им просто можно восхищаться и подражать вам. Спасибо большое. Несите. Это как минимум, что? Некорректно, когда две женщины в кадре, да? Да ладно, ладно, я не любимая. Вас попрошу еще одну подушечку, а это дело не верности. Ну, посмотрите, тут какая красота. Видите? Ну, смотри, эх! Олеся, чем вы занимаетесь в жизни? В обычной? Очень много работаю в сфере торговли. Потеряла отца в 15 лет, потом через 5 лет на сгорел дом, у мамы все бросило, потому что нужно было работать. Сложности были? Жесть, жесть. Опять такие, конечно, истории порой растут, услышишь, что прям очень, знаешь, какое-то такое печальное, грустное очень настроение. Были в отношении людей к вам, мужчин? Да, я в разводе уже 5 лет, мужчина ушел из-за полноты. Как это? Из-за полноты? Дурак, мужчина, и все. Как это случилось? Из-за недалекости, скорее всего, он ушел. Давайте начнем с этого. Это да. Нельзя сказать, типа, мужчина ушел из-за полноты. Мужчина может уйти из-за неполноты, там, извините, вашей близости, еще из-за какой-то неполноты. А из-за вашей полноты физической мужчина не может. Он сказал, ты мне не нравишься в этом теле, или что случилось? Ну, запрещал мне есть, приходил, говорил, ты можешь... Зачем вообще? Ой, это такие вот люди неуверенные в себе, я не знаю. О, ужас просто какой-то. Вы же наверняка, когда они начали встречаться или там поженились, она была уже девушкой, скажем так, в теле. Если ты женишься на девушке с пышными формами, на кой черт ты пытаешься ей что-то внушить? Это вообще просто... Кем надо быть? Просто отыгрывать на девчонке свои какие-то комплексы, какую-то неуверенность себе? Ты... Ну, вот я опять-таки, я считаю так, что я уже говорила в прошлом выпуске. Ты вот видишь человека, наверное, когда ты с ним общаешься долго. Ты видишь его родителей, ты видишь его семью, и ты видишь, в принципе, вот как его семья выглядит, там, мама, папа или братья-сёстры. В какой они форме, как они себя ведут, как они друг с другом взаимодействуют. И, наверное, примерно ты можешь предполагать, что их там сын или их дочь будет вести себя, ну, плюс-минус, наверное, либо так же, либо от обратного. И вот какого хрена ты тогда, если тебя что-то не устраивает в поведении или во внешнем виде, зачем вообще тогда общаться, жениться и какие-то планы на будущее строить? Зачем менять человека? Я понимаю, что можно как-то подкорректировать какие-то вредные там привычки, как-то поговорить, договориться. Ну, блин, как можно менять человека целиком, его какие-то интересы, ему что-то запрещать? Ну, это вообще для меня просто, извините, до свидания, выход там. Блин, ну это уже такое... Пропустить ужин. А когда вы познакомились, ты была... Чуть худее. Чуть худее, чуть худее, но она не была же, наверное, прям субтильной такой. Мне обидно. Стука за... Слава богу, что ушел. Че ты это самое? Ты еще молодая, симпатичная, я думаю, что ты сможешь легко найти себе парня, которому это будет нравиться, потому что есть много парней. Вот реально много парней, которым нравятся девушки с формами. Откровенно поговорим, заходишь на какой-нибудь сайт, форносайт, там куча вылезает видеопленок с девчонками такими пышками. Так что, блин, вообще, не отчаивайтесь. Детей своих, все. Сейчас в личной жизни что, кто-то есть у вас? Да, сейчас его... Ну, мы живем уже два года с мужчиной. Вот, то есть у вас есть надежный тыл? Да. Все, окей, отлично. Первое, за что я хотел бы вас наругать за этот купальник, потому что запомните, любая горизонтальная полоса в зоне вашего живота увеличивает его в среднем на 6 сантиметров. То есть вы за счет этих двух полос в талии добавили 12 сантиметров. Ну, Николай Вечкин, он в своем репертуаре, то есть сразу же купальник не то, полоски не то. Затем я вижу три полупрозрачные полосы. И в сумме вся эта композиция в голове пульсирует фразой «не бери ее». Но при этом я вижу, что вы с хваткой, вы стойкая, у вас хорошие волосы, прекрасная линия груди. У вас, правда, очень красивая линия ноги. Я говорю вам да. Спасибо. В походке также есть потенциал. Вы достаточно свободно себя чувствуете, но... Она же такая симпатичная, у нее такое, вот, опять же, носик такой, губки. Ну, купальник мне, правда, не очень нравится. Я соглашусь с сомнением членов жюри. Цвет как будто бы этот не идет, что ли, я что-то понять не могу. Мы восьми лет, как дети на подиуме маленькие, они всегда считают и заучивают. Надо уметь импровизировать и меньше уделять вниманию своей собственной голове, обращая внимание только лишь на то, какой послевкусие вы хотите после себя оставить. Будет грубо с моей стороны лишать вас такого шанса. Да? И посмотрим, да. Спасибо. Мне кажется, что вы абсолютно подходите для участия в этом проекте. Это никак не связано с вашим подарком. Что за подарок-то был? Что за подарок был? Она же просто вышла с лукошком или что-то я там просмотрела, что интересно. Словами теплых. А, подушка, это я перепутала с предыдущей. Теплыми, которые вы говорили лично мне, но я говорю вам да. Спасибо. Я тоже скажу да, у меня нет никаких оснований сказать нет. Ура, взяли, взяли, девочку, молодцы. Проект. Спасибо. Четыре этажа. Четыре этажа. Чем бы купила, что говорили. Ой, а вот эта вот светленькая такая, светленькая девушка в белой маечке. Интересно. Она тоже туда идет участвовать, потому что она выглядит очень-очень худой. Я думаю, что это какой-нибудь, наверное, гример, может быть, или какой-нибудь, может быть, чья-нибудь дочь, или какая-нибудь, там, чья-нибудь родственница. Говорили о том, что я очень красивая. Молодец, молодец. Так и надо говорить, чтобы это самое. Вот люди, они же на самом деле очень такие существа, понимаете? Они очень доверчивые. И, в принципе, если вы будете про себя самому себе говорить, что вы красивая, вы всегда будете в это верить. И если вы, как бы вы там не выглядели, если вы будете другим людям говорить и показывать своим внешним видом, манерам и поведения, что вы красивая, хотя, возможно, вы знаете, что у вас есть какие-то недостатки, если вы будете презентовать себя так, как будто бы вы Шхелезада императрица, богиня, тогда люди будут вас так воспринимать, они будут в это верить. Так что отношение людей вам зависит только от того, как вы себя презентуете, как бы вы ни выглядели. Так что вот помните об этом. Юлия Евдокишкина убеждена, что у нее на проекте самое эффектное лицо. И судьи просто не смогут ей отказать. Конечно, безумно волнуюсь, но для меня это мой звездный час. Поэтому собираю всю свою волю в кулак, силу, эмоции и готовлюсь их сразить на повал. Ну, честно, мне кажется, что уж она себя немного переоценила. Но, опять, к моим предыдущим словам, молодец девчонка, что она говорит о себе только в положительном ключе. Но по сравнению с другими участницами, мне кажется, что все же такие вот мисс Кувани, там вот эти вот школьница, вот эта вот девочка, которой 16 лет, они выглядели на пелюшечку поэффектнее. Сорян, мое мнение. Может быть, кто-то не согласен, напишите в комментариях. Потому что я знаю, что я лучше всех, и мне равных нет. Ну, нужно быть уверенной. Нужно быть уверенной. Правильно. Ох! Ничего страшного. Что было, то было. Сейчас будут ругать за купальник, потому что он мал, и вылезает несколько того, что, наверное, не должно было бы вылезать. Ну, посмотрим, что скажут жюри. Здравствуйте, меня зовут Юлия, мне 28 лет, я родилась... Не, вот так вот смотрю, вроде бы симпатичная девушка, но у нее что-то вот... Мне не очень нравится ее как будто брови, что ли, или что-то вот... Ну, опять это мое мнение, да? В Москве, живу здесь, обожаю этот город. Получила прекрасное высшее образование. Москва! Москва! Я быстро тебе по-дружески расскажу о том, что если из купальника выпадают фрагменты тела, которые я не должен видеть, то, скорее всего, этот купальник либо мал, либо он просто должен быть надет, не на людей, ну, где-то дома. Надела, походила, нравится тебе надпись мечта, походила, покружилась. Селфи можно делать. Класс, настроение хорошее, бомба, отлично. То, что мы хотели бы сказать... Да, за купальник сейчас скажут, сказали, как я и думала. Смотрите, мы наоборот подчеркнули и сделали достоянием взоров окружающих. На сколько ты похудела, скажи, пожалуйста. Ну, вообще, в общей сложности... В общей, да. На 25 килограмм. Во-первых, пострадали руки, я вижу. И твоя задача дальше не худеть в том темпоритме, в котором ты это делала, потому что ты просто их погубишь. Ну, то есть, и дальше это будет история только про операбельное вмешательство, чтобы у этого появилась какая-то эстетика. У тебя невероятно красивое лицо. Наш проект не про похудения. Вот видите, овечки, ну, девушку очень понравилось. А он, между прочим, мужчина и, так сказать, член жюри. Наш проект про то, что девушки любят себя в тех формах, и это формы размера плюс сайз. Мы хотим найти новое лицо, новую модель, новую звезду, которая безоговорочно достойна этого звания. И, конечно, вы не можете такой стать, если вы не верите в себя. Моим вердиктом будет нет. Я вижу, что у вас... Она же верит, наоборот, по-моему, в себя. Тут я не соглашусь. Она же сказала, что... Она изначально говорила, что она очень симпатичная, что она классная. Так что, наоборот, что она верит в себя. Так что, ух, Екатерина, что-то вы как-то... Не совсем это самое. Уж лучше честно бы сказали, если что не так. Неплохая грудь, просто ее надо приподнимать, когда вы выходите. Очень важно, помимо красоты лица, иметь спортивное тело, более мышечное. Тебе необходимо налечь на спорт. Пока немножко мне не хватает мышц. И поэтому я вынуждена сказать нет. Ну, начнем с твоего театра теней, с этого пролога перед дефиле, который я видел там твоими силуэтами. Скажи, пожалуйста, ты это репетировала вообще? Да, репетировала, но... Две минутки перед выходом? Возможно, все в тебе прекрасно, но тебе нужно войти в берега, поработать над собой, и, возможно, вернуться себе... В общем, немного не... Не формат, она для жюри. Для оценивания жюри, в общем, им не очень. Но, как понимаю, что девчонку не взяли, хотя он со спины волосы у нее такие симпатичные. Но я думаю, здесь, наверное, даже больше как бы провал такого выхода из-за купальника, потому что действительно у нее там грудь как-то немного примялась, и, наверное, ей бы стоило, если она пойдет на третий сезон, не знаю, будет он или нет, взять себе купальник такой с чашкой, которая будет ее, так сказать, держать, и трусики, которые будут тоже ее как-то так создавать, визуально песочные часы. Синка, но не в этом сезоне, не для нашего шоу. Я говорю тебе нет. Ну, а я говорю тебе мотивационное да. Ты по нашим общим рекомендациям приходишь в то состояние, в котором ты сама будешь чувствовать себя более комфортно и уверенно. Я думаю, что мы увидимся. Всего доброго, удачи. Спасибо большое. Очень была рада вас с вами видеть, познакомиться. Спасибо тебе. Спасибо тебе, да. Вау, это заявление. А вот здесь, наверное, скажут, что нужно было трусики повыше немножко надеть. Она такая прям зажигащка, харизматичная такая, она их прям всех так оп. Взгляд кошки-тигрицы, так что, может быть, оно и правильно, что она так прям мощно вышла. Давайте, давайте смотреть. Здравствуйте. Что ж вы такой неудачный купальник подобрали для своего выступления? Ну, человек похвастался, что была на морях, загорала. Загар по этому купальнику, честно говоря. А где загорали? Как на даче? Зовут меня Светлана, я из... Она очень позитивная, она такая милая. И зовут ее так же, как и меня. Петербурга. Моя дорогая. Это же питерское солнышко, посмотрите. Какое неплохое в этом году в Питере солнышко. Раньше заливало. Она такая милая. Мне почему-то показалось по вот прединтервью, что она такая прям будет just a bitch. Вот такая немножко стервозненькая. Но она так милая с ними общается, такое прям... Такое, ой, хорошее. В Питере было супер. А чем вы занимаетесь? Вообще, я сейчас получаю второе образование. Я учусь в театральной академии на четвертом курсе на специальности артист музыкального театра. То есть поете? Да. Есть такое. Сейчас попросят что-нибудь спеть обязательно. Обязательно. Без этого никак. Ну, давайте. Какой-то материал у вас, скорее всего, есть. Давно мы не слышали красивого пения. Ну, она прям как оперная певица поет. Реально очень круто. Прям здорово. Ой, сейчас даже кто-то прослезится, кажется, из членов жюри. Очень круто, очень круто. Это вам не фруктами торговать. Да, это тебе Петербург. И зачем вы приехали на этот проект? Вы знаете, я... Ну, не то чтобы я долго думала над этим вопросом, но у меня первое образование политехническое, второе образование совершенно противоположное. Я надеюсь, что я его закончу все-таки. Я хочу, чтобы в моей жизни было что-то еще, что будет тоже отличаться от того, что я уже имею. Ой, ну, должны взять. Ну, что человек пел, старался. Все. Ну, может, только из-за купальника, если прикопаться, так это сказать. Ну, а так, в принципе, можно, можно. Шанс оказаться в этой индустрии. Вероятность того, что ты что-то там закончишь, крайне мала. Мы тут все на работе, мы все взрослые люди. Мы все прекрасно понимаем, что если ты заходишь в проект, то ты подписываешь сначала контракт с вещателем, и ты должна быть внутри этого проекта до того момента, пока я или мои коллеги не решат тебя, извини, выпереть отсюда, или ты не вылетишь по результатам той или иной съемки. А если ты, дай бог, дойдешь до финала, а потом еще и выиграешь, то у тебя будет потом определенное обязательство перед модельным агентством международным. Говорю тебе нет, потому что ты сама не понимаешь, нужен ли тебе этот проект. Здесь до тебя стояли девочки, которые горели модельным бизнесом, для которых это... Ну, я не знаю, я не совсем согласна, почему они так как бы резко ее отговаривают от того, чтобы она пошла в модели, потому что я считаю, что если человек пришел на шоу, то тут два варианта. Либо он реально хочет участвовать... Поет она хорошо, она могла бы пойти, я не знаю, на какую-нибудь минуту слабо, конкурс талантов, тикток, все что угодно. И я думаю, что она действительно пришла сюда ради того, чтобы стать моделью. И, в принципе, я думаю, что если бы она выиграла и подписала контракт, то она бы уже, мне кажется, не так бы сильно ставила на получение своего такого песенного образования, хотя, наверное, талант у нее в этой сфере и есть. Ну, не знаю, зачем они ее так отговаривают от этого дела. Было их предназначение. Я, ну, у меня душа, ну, сердце не позволяет сказать тебе нет, потому что ты, ну, реально наш контингент, и ты хороша, и в рамках моего бренда мне пригодилась. Но я уповаю на коллег, и как там фишка ляжет, пусть решают мои коллеги. И улыбка, и качество кожи лица, все там правда есть. Я прям сижу, и у меня сердце кровью обливается, что я не могу взять человека, не по моей даже абсолютно причине, просто я потом прокляну себя. Не знаю, думали ли вы об этом, что она, раз, два, три, а потом может даже и погаснуть, интерес потерять. В принципе, могу такое допустить. Поэтому посредством... А я-то защищала, да что же вы это делаете, что это такое-то, а? Я в возмущении, наоборот, мне кажется, нужно было говорить, что да вы что? Ну, как-то она прям стоит, нужно было себя, ну, защитить в этом плане. Нужно было сказать, да вы что? Да вы не понимаете, да мне этот проект, да мне так важно, да мне так нужно. Я там портки последние порву, но это самое буду здесь у вас стоять. Если бы она им так сказала, я думаю, они бы поменялись свое мнение и взяли бы ее. Что-то она прям... Может, реально как-то не сильно хочет, хотя для меня странно. Зачем ты тогда идешь на проект? Естественно, непосредственно, просто кто-то хочет больше меня и кто-то будет готов сделать больше, чем я в какой-то момент, возможно. Увы, этот луч тебе не блеснет сегодня. Спасибо. Нет. Я вам скажу да, но оно ничего не решит. Мое, да, не решит, потому что нужно три, да. Спасибо вам большое, бегите. Спасибо вам большое. Бегите с Богом. Удачи. До свидания. Ну, в общем, нет, сказали ей. Ну, может быть, оно и объективно, если посмотреть, ее вот это вот после интервью, потому что действительно, если бы хотела, наверное, что-нибудь бы им ответить. Ну, персик. Окончательный вердикт жюри ожидала Вероника. Все, закончился на сегодняшний день обзор, но осталась одна девчонка вот эта вот. Интересно, что ее сейчас скажут, но почему-то мне кажется, что ее не возьмут, и давайте проверим мою интуицию, права я или нет. Бросимова. Я сейчас иду второй раз, и если я сейчас не пройду, то я очень сильно разозлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Привет. О чем ты думаешь? Если бы я шла на какое-нибудь вдруг модельное шоу, я бы взяла с собой все, я бы взяла с собой все вещи. Я вообще такой человек, очень странная женщина, потому что как-то раз я взяла с собой на вечеринку, я пошла в платье. Это было как бы, ну, такое ответственное, скажем, мероприятие, день рождения начальника моего парня. Ой. Вот. Суть была в том, что он как бы устраивал такой и корпоратив, и день рождения, и разрешил там позвать, ну, всех, в общем, зовите кого хотите. Вот, лишь бы было весело. Я очень нервничала, потому что мероприятие было ответственное. Я пошла в платье, вот. Но вот буквально на днях эта ситуация случилась, но я решила взять с собой еще одно платье. На случай, если вдруг мне будет очень жарко, я вспотею или я не знаю просто зачем. Я решила подстраховаться и взяла, короче, в сумку у меня была, ну, вы знаете, наверное, у меня вот такая вот маленькая, ну, дамская сумочка. И я взяла, значит, еще одно платье. Вот так вот его скрутила, ну, из такого невнущегося материала скрутила его, и чтобы она там сильно сложила, в общем, как могла, запихнула в сумку и весь вечер проходила в сумке с этим, с еще одним платьем. Поэтому вы представляете, что если бы я пошла на какой-нибудь конкурс, на какой-нибудь кастинг, я бы взяла с собой 10, наверное, купальников вообще, 10 туфлей, какую-нибудь плойку, приехала бы, наверное, с каким-нибудь баулом. Ну, просто я бы сказала, что если у меня сейчас там, если проблема в моем внешнем виде и в моей одежде, в том, как я одета, я сейчас пойду и переоденусь. Я не знаю, почему как-то они безответственно подходят к этому телешоу. Хотя, с другой стороны, тоже, наверное, у меня какая-то шиза уже, то, что я с собой беру какие-то вещи и переодеться. Ну, блин. Зато я не волнуюсь, поскольку я крайний такой невротик, я волнуюсь просто от всего. И просто, чтобы мне было уже комфортно, и чтобы я лишний раз не волновалась, я вот так себя веду. Так что вот такие вот смешные истории у нас сегодня. Думала, сидя там на скамье ожидания. Может быть, вся судьба у тебя пролетела перед глазами. Судьба не пролетела, но было очень много различных эмоций. Целый букет. Каких? От волнения, злости. Что там вообще говорят про нас? Проклинают. Что там за кулисы? Скулкина опять как ведьма себя ведет. Нет, говорят, Скулкина нынче няшечка. А кто верно? И вы няшечка. А кто нынче ведьма? А плохие полицейские теперь Анфиса и... Кать, господи, слава тебе. Я не зря живу. Кто, вы вдвоем? Мы с тобой плохие теперь. А вы теперь плохие. Итак, давай о своих перспективах наперед поговорим. Вот ты, видимо, уже нагадала себе, как-то за кулисами разложилась и по полочкам ситуацию провизуализировала, энергию притянула. Конечно. И рассказывай. Я Вероника, и я Матамама. Могу делать шоу, быть звездой Инстаграма. Могу сварить кашку, могу испечь торт, могу сесть на шпагат и выдать экспромт. Слушайте, она решила уже подготовиться и тоже зачитать рэп. Хотя мы помним, что девушка с речитативом все-таки мне особо понравилась. И вроде как ее не взяли. Тяжело быть мамкой амбициозной, но могу дать бесплатно курс личностного роста. Могу петь, могу танцевать в присядку, могу на кастинге из винтовки попадать в десятку. То, что там пишет, да, все, никаких этих. Могу успеть все, что сделать крайне непросто. Я Вероника, я Матамама. Какие еще есть вопросы? Йоу. На шпагат, правда садишься? Да. Садись. Можно снять туфли? Ради бога, снимай. Ой, а там еще сейчас не очень приятно будет, потому что она, наверное, волнуется. Ну, потеет, все люди потеют, это нормально. И там вот этот вот подиум, он глянцевый. И я просто представляю, если бы я там садилась на шпагат с голыми ногами, у меня бы там все прилипло, наверное, все бы вот это было бы очень, ну, как бы даже сказать, больно. Знаете, когда кожа вот так вот, ты сидишь там долго, прилипаешь к столу там или к чему-то, я не знаю. И это очень потом неприятно тело отнимать, оттирать. Что у нас, Волочкова? Вау. Ну, молочина же. Ну, что, ну, давайте возьмем ее, да? Давайте, давайте дадим ей шанс. Ну, еще бы человек уже и на шпагат, и так, и сяко рэп, ну, что вы, ребята, берем, конечно. Пусть скажет, что Анфиса сегодня подобрела. Шучу. Давайте возьмем. У вас есть, да? Отправляйтесь. Иди за кулисы, расскажи всем, что они были неправы. Пусть сочиняют рэп. Сегодня на этих прям рэп, прям по массу. И все такие типа... Мы сейчас передумаем, беги уже давай. Ну, да, вот это, кстати, по сравнению с предыдущей девочкой. Она действительно боролась за свое место в этом шоу, так что она заслуженно получила свое попадание в проект. Что сказать? Молодец. Ой, поэтому я рад, что она в проекте. Я очень рада. И вообще, если бы они не взяли, это была бы главная ошибка их жизни. Посыпайте меня! Я же говорила! Что сказали? Ну, что я похорошела? Первый день отбора завершен. На подиум вышло около сотни девушек. Ну, все, ребята, вот и конец первой серии кастинга. Представляете, только один выпуск мы с вами посмотрели. Он был очень долгий, шел у нас два часа, поэтому пришлось мне его разделить на две части. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите в комментариях, и если я у вас увижу достаточную отдачу. Кстати говоря, я хочу сказать вам спасибо, потому что я не ожидала, хоть и немного просмотров собрал мой предыдущий выпуск, но большинство комментариев там было положительных, и мне очень приятно, и я надеюсь, что так это продолжится и дальше, что вам, в принципе, как бы понравилось то, что я делаю. В общем, пишите комментарии, и давайте тысячу, тысячу, это очень мало, нет, давайте две тысячи или тысячу, ладно, все равно сниму. Сниму быстрее, если будете комментарии писать. Я сниму вторую часть кастинга, второй выпуск, и всякими отборочными испытаниями. Я надеюсь, будет весело. В общем, как-то так, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, все самые полезные ссылки в описании. Всем вдохновения, хорошего настроения, пока-пока!